Наши сотрудники очень бережно относятся к себе и к нашим клиентам, потому что мы понимаем, насколько сейчас психологически сложно. Во всех отделениях у нас есть зона укрытий, которые выделены, где находятся средства защиты, находятся стулья, аптечки, вода. И наши клиенты при поступлении сигнала ракетная либо опасность могут в эту зону переместиться и вместе с нашими сотрудниками пережидают это неспокойное время. Да мне многие друзья задают вопрос о том, что почему до сих пор в Шебейкино, почему вы не уедете, почему вы до сих пор там живете. А как по-другому? Это наш дом. Здесь моя семья, мои родители. Ну куда можно уехать? Здесь моя работа. Здесь все друзья. Просто по-другому нельзя. Мы должны оставаться в нашем городе, в нашем офисе для того, чтобы помогать нашим клиентам. Приходя на работу, первым делом у сотрудников спрашиваем, как прошла ночь, как дела у его близких, у родственников. Буквально вчера прилетела на улицу к моей маме. Первые дома. Ну, пострадали, выбиты окна, заборы, посеченные крыши, все. Очень испугалась вчера. Звоню родителям, не могу дозвониться ни маме, ни папе. Мужу говорю, давай, поехали. Слава богу, родителей дома не было. Ну, страшно, очень страшно. После 1 июня 23 года, когда массированный обстрел первый раз был, сейчас вращаются люди непосредственно больше по страховым случаям, потому что пострадало жилье, никого не оставляем, помогаем. Рассказывает каждый клиент свою историю. У кого-то на СВО погиб сын, у кого-то отец. И они приходят, конечно, делятся. Очень грустно это слышать, со слезами на глазах. У меня дочь, которая не хочет уезжать из города, потому что она любит свой дом, любит свою комнату, она любит свою школу, друзей, которые всегда рядом. У меня в этом городе папа. У меня есть тетя, которая... Я не должна покидать этот город. Мы должны дальше работать, трудиться и жить. Продолжение следует...